В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунича. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Правила поведения в лесных массивах и на садовых участках в регионе введен особый противопожарный режим. Новый сезон парк имени Зернова начал свою работу. Уличный спорт в районе Поймы Рекисатис прошел открытый мастер-класс по воркауту. Далее расскажем обо всем подробно. Постановлением правительства Нижегородской области с 27 апреля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. Вследствие чего горожанам запрещается разведение костров, сжигание мусора в лесных массивах и прилегающих к ним территориях, а также выжигание травы, в том числе на земельных участках, примыкающих к лесам. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Теплая и солнечная погода за окном – отличный повод выбраться на природу. Начинается сезон пикников по традиции в майские праздники. Стройными рядами горожане отправляются в лесные массивы и на дачные участки. Но приятное времяпрепровождение на свежем воздухе может иметь печальные последствия. Любимые традиции приготовления пищи на костре в лесу может стать причиной пожара. Будут организованы патрули совместно с администрацией, департаментом городского хозяйства, совместно с сотрудниками полициями и также с сотрудниками Федеральной противопорожной службы. В случае выявления лиц, которые допускают нарушения и разводят костры на территории лесных массивов, данные лица будут привлекаться к административной ответственности. Введение особого пожароопасного режима подразумевает запрет на использование мангала. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят 4-й и 5-й класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко, пожарные не рекомендуют бросать в лесу или на обочине дорог окурки и помнить о правилах техники безопасности, находясь на дачных участках. Запрещено у нас сжигание ближе 50 метров от любых строений зданий. Также запрещено сжигание на территориях, относящихся к противопожарным разрывам между зданиями. Противопожарным разрывом называют расстояние между строениями, которое может предотвратить распространение огня и локализовать очаг возгорания в случае чрезвычайной ситуации. Особенно настоятельно подготовиться к пожароопасному периоду рекомендовано дачникам, чьи участки находятся рядом с лесными массивами. Необходимо очистить прилегающую территорию на расстоянии 10 метров от лесного участка, от сухой растительности, от валежника. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на дачных участках варьируется от полутора до трех тысяч рублей. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В Сарове завершился общегородской субботник. По традиции на очистку города вышли работники муниципальных предприятий, ядерного центра, Саровской дивизии, войск национальной гвардии, пожарной части, школьники, студенты и активные горожане. Не остались в стороне и специалисты администрации. Снег растаял, и кроме подснежников первоцветов, взор у горожан открылись завалы мусора. Пластиковые, стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже мебель. И чтобы привести родной город в порядок, саровчане принимают активное участие в традиционном субботнике. Участвуют вообще в субботнике где-то порядка, мы так посчитали, 10 тысяч. Это внефовские сотрудники, это сотрудники разных муниципальных учреждений, предприятий, это школы, детские сады. Сотрудники городской думы и администрации в рамках общегородского субботника убирают мусор в березовой роще на улице Раменской. Мы берем, честно говоря, самый загрязненный участок. Это место очень любимое горожанами, живущим в этом районе. Он достаточно высонаселенный, поэтому мы берем вот этот участок. К тому же через рощицу проходит дорога к реке Сатис и садоводческому обществу Кремешки. И пока первая травка не скрыла мусор, его нужно убрать. Но главное помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Елена Грязкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там принимают детей в возрасте от 7 до 15 лет. Центр расположен в подмосковном поселке Чеховский. Для оформления документов необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники. В Сарове завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганска. В пятницу 4 мая ориентировочно в 16-17 часов все пожертвования будут упакованы и загружены в автомобиле. Волонтеры просят мужчин по возможности помочь с погрузкой. Для этого необходимо предварительно позвонить по телефону 8-906-353-46-37. 14 мая в 16 часов в департаменте образования по адресу улица Гагарина, дом 6, пройдет собрание выпускников прошлых лет, подавших заявление на сдачу единого госэкзамена. При себе необходимо иметь паспорт. Парк культуры отдыха имени Зернова вновь наполнился детским смехом. В майские праздники здесь открылся новый летний сезон. Ведущие подготовили для горожан самого разного возраста интерактивные программы и игровые площадки. В парк Рита Соломонова пришла вместе с мамой. Открытие летнего сезона девочка ждала с нетерпением. Для нее провести выходные на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома у компьютера. В парке девочка учится кататься на роликах, читает книжки и принимает участие в интерактивных программах. Мы сюда с мамой часто приходим, и нам очень нравится проводить в этом парке очень много времени. И здесь очень весело проходят интересные интерактивные игры, очень много развлечений для ребенка. Просто ходим в парк, чтобы отдохнуть душой и телом, повеселиться. По традиции администрация парка подготовила для маленьких гостей интересную развлекательную программу. Ребята могли выучить новые анимационные танцы, проверить свою эрудицию, разгадать загадки, а также принять участие в беспроигрышной лотерее. В первую очередь парк является местом притяжения детского населения нашего замечательного города. Именно их мы сегодня и встречали этими интерактивными программами. Ну и, конечно, какой парк без аттракционов. Полетать на вертолетах, освежиться на ветерке, покружиться на ракушке и прокатиться на водных каруселях. Все 14 аттракционов уже готовы принимать гостей. Как утверждают сотрудники парка, сезон 2018 будет насыщенным на события. Уже сегодня здесь готовятся к празднованию 9 мая. И в этом году горожан ждут новые творческие мастерские, выставки и концертная программа. Начало праздника в 14 часов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В Зимнем саду молодежного центра собрались будущие защитники Родины. Традиционный вечер солдатами не рождается, посвятили тем, кто этой весной вступит в ряды вооруженных сил нашей страны. Юноша отправится служить на военно-морской флот, военно-космические силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. Подробнее о праздничном вечере расскажем в следующем репортаже. Перед началом праздничного концерта будущие защитники Родины смогли примерить на себя настоящий военный бронежилет и взять в руки макет боевого оружия. Выставку организовали активисты общественных ветеранских организаций, главная цель которых – военно-патриотическое воспитание. С детства мы должны приучать подрастающие поколения именно к любовь к Родине. А любовь к Родине – это что? Мы защищаем не только нашу Родину, но и свою семью. Впереди у будущих защитников Родины 12 месяцев службы, за время которых им предстоит освоить навыки боевых искусств, владение оружием и узнать другие тонкости военного дела. В этом году вооруженные силы России пополнят порядка 50 саровчан. Желаю вам, тем, кто идет в армию, служить достойно, представлять наш город, нашу область и стать настоящими мужчинами, защитниками Родины. Перед каждым юношей, решившим отдать долг Родине, неизбежно встает вопрос, куда пойти служить. На праздничном концерте солдатами не рождаются, ребята могли познакомиться с самыми популярными видами войск вооруженных сил России. А те, кто уже прошел непростой боевой путь, поделились своим опытом с подрастающим поколением. Делайте хорошие, добрые дела везде, где бы вы ни были. Именно добрые дела и позволяют нам выживать в наших трудных условиях. Вам счастья, добра, здоровья и, ну, не спокойной, а хорошей, мужской службы. Перед гостями праздника выступили воспитанники творческих объединений молодежного центра, а все призывники по традиции получили памятные подарки. Дарья Цапорыгна, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Воркаут в нашем городе стремительно набирает популярность. Вот уже во второй раз активисты объединения воркаут Тим Саров проводят для горожан открытые мастер-классы. Каждый раз проверить свою силу и выносливость и научиться делать различные элементы на брусьях приходит все больше желающих. Полгода назад молодые люди, увлекающиеся спортом, решили объединиться в одну команду для совместных занятий воркаутом. Так появилось объединение воркаут Тим Саров. Вместо спортзалов и тренажеров у них дворовые площадки с брусьями и перекладинами. Сначала ребята занимались для себя, но в этом году решили познакомить с воркаутом всех жителей города. Мы как бы хотим этот спорт вести в массы, чтобы много молодежи увидели нас, смотивировались, поставили себе цели и просто приходили к нам на тренировки, проявляли желания. Сейчас ребята стараются как можно чаще организовывать турниры по воркауту среди новичков, любителей и профессионалов. Денис Кулаков принимает участие почти во всех таких соревнованиях. Занимаюсь я воркаутом около трёх лет. Спорт для меня очень важен, потому что он развивает координацию и физическое развитие тела. Освоить силовые и акробатические элементы воркаута просто. Главное – регулярно посещать тренировки. Всех, кто хочет попробовать свои силы в этом уличном виде спорта, приглашают на занятия, которые проходят ежедневно с пяти до восьми вечера на спортплощадке жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы Регисатис. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Докажи, что ты лучший. На начальном этапе необходимо было проверить способности всех учеников младших классов в школе и отобрать самых способных. А дальше собрать команду, объяснить, каким будет состязание и начать работать на победу. Мы назначаем тренировки в неурочное время и приглашаем детей. В идеале, конечно, регулярно, но это не получается. По мнению организаторов соревнований, сказать сразу, что победить та или иная школа невозможно. За время проведения этого многоборья, каждая из команд хотя бы раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. И способности детей здесь только одна из составляющих успеха. Без способностей физических никуда не деться. Ну и, конечно, детей нужно готовить, потому что просто так технику тех же многоскоков или челночного бега сами они не смогут сделать. То есть с ними необходима тренировка в течение года и, соответственно, те, кто больше тренируется, тех, кого больше готовят, тех больше шансов на победу. В этом году спортивная удача улыбнулась школе номер 12. На вторую ступеньку поднялись ребята из лицея 3 и замкнули тройку победителей ученики лицея номер 15. А для остальных участников это повод не расстраиваться, а заниматься еще упорнее и побеждать в следующем году. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова